Сегодня 9 сентября 2004 года. Мы находимся на дозаправке в аэропорту ОМГУ. Нас четыре человека. Наши проводники Аркадий, Антон и Серега Паперман. Погода, погода. Наша задача залететь до Самарги. Там уже находится в устьях в Самарге лодка и видим вверх по Самарге с рыбалкой. Вот такие наши планы. На реке бы мы хотели находиться 10 дней. Единка. 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 13 часов 15 минут. Мы в Самарге. Взлет в два часа получается. Теперь у автономок. Вертолетом, как видим, возят и воду, и пиво, и чипсы, коммерческий груз на магазине. Мир не без добрых людей. Мы попросили, нас завезли с аэропорта на пчалку. Деньги не берут. Попросили 2 литра бензина. Бензин здесь самая комментируемая валюта. Мы опять на Самарге. Мы опять на это чудо речь. Опять там люди все помогают. И это все просто великолепно. По всему, к сожалению, дали добро на вырубку леса на реке Самарга. Непуганная природа. По GPS поднимаемся со скоростью, глядя, вернее, на GPS, поднимаемся со скоростью 14-15 км в час. Скорость течения, ну, это на глаз, 10 км в час. Отсюда делаем вывод, что в музеи сгруженные то самое не могу. Ну, 25 км в час, если бы по озеру шли. Аркадий пошел за трубой. Будем изюбрий отзывать. Это Аркадий с трубой пришел. Все зверье будет наше. Ее еще ремонтировать надо будет. Да ладно, главное есть. Вот так вот кричат охотники, когда подзывают. Икорочка, бидончик. Тазик-салатик. Тазик-салатик. Вот это вот интереснее, чем икорочка. Ведерко. Сереж, загляни, ведерко там шурпы. Утро нас встретило безоблачным небом. Вода упала на 10 см за ночь. Сейчас ярко светит солнце. Сергей Папперман побежал рыбачить нахвостом. А я собрался и тоже сейчас иду на рыбалку. Вот с Серегой сходили на рыбалку. Поймали большое количество всяких мальм, пеструх. На Хариуса всего три. И вот последняя у меня поймалась на муху. Мальмочка. А кстати смотри, она вроде как в сетке была. Или кажется? Да нет, наверное. Скорее всего вот эту сетку. Или сама раскраска такая рыба. Починя сетки сбежал. На муху Вика. Вот мушка. Хорошо здесь рекомендовала. Поймала около 15 штук всяких рыбок сегодня. Больше наверное. Ну, мелкая все. Самая большая это вот эта вальмочка. Мы решили маленько заброситься на рыбалочку. А вот эта втовка называется круглая. Водичка просветлела маленько. Водичка просветлела маленько. А вот и Серега. Суперманчик. Поймал. Ну, это маленький. Хорошего. Рыба. Толу. Да, хорошая. Иди, Рад видно. Иди. Ты как будто рыба. Есть. О! Рыба. Тола. Вот она счастье. Молодец, Серега. Поздравляю тебя с первой достойной рыбой. Покажи свое довольное лицо. Да. Довольная. Зубов-то у тебя много блин. Зашли в Самаргинскую проточку. Вину. Жировичок. Местные ребята такого любят. Вот остановились в проточке Самаргинской. Мальмочка. Заглот. Жадный был. Вот каймали. Три ленка. Да. Зашли в речку Чипи. Мы наблюдаем, как нерестится горбуша на речке Чипи. Вот камера их видит хорошо. Вон выше там десяток стоит. Ё-моё. Хосяк, знаете в чем? У меня батарейка села, а запасная в лодке. А? Устремляет. А? Чё говоришь? Обалдеть. Ну, хорошее, что самышка плавает. Вот стайка, да? Сколько их здесь уже? Смотрите. Вот мы видим, как здесь нерестится горбуша. Кита выше. Мы сейчас пойдем до киты. Вот это мы видим горбушу. Сентябрь месяц, а еще горбуша не вся нерестилась. Вся проточка. Ну, икра уже отметана, да? Не охраняется. Хорошая плавает. Вот она, да? Основная масса отметана. Охраняется. Косяк, сколько здесь? Штук что стоит, да? Больше. 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 Это хорошую рыбу плохо видно. Которая еще это. Вот, видишь? Угу. Котевую еще самую. И они еще это, они не такие, это, прячут приходят. Видят нас хорошо. Это да. Вот это кита гуляет. Камерой плохо видно. Оно штук, где-то одно дохлое здесь. Штук шесть вот так крутится. Вон, раз, два, три, четыре. Четыре китины. Раз, два, три, четыре, пять. Я вижу пять. Шесть. Да, кита близко не подпустает. Сейчас мы опять видим чуть выше киты. Стоит. Вон, закапывала она. Она боком прям ложилась. Как вот Аркадий рассказывал, ямы набивает. Вот это кругом, ты на ямах стоишь. Под ноги, посмотри. Да, да. Вот это вот ямы. Вот видите, вот эти ямы. Она набивает хвостом, закапывает здесь икру. Вот. С этой икрометой есть. Вот они, горки. Вот горка. Поменяли батарейку. Но, к сожалению, у нас стал упендриваться мотор. И батарейку там уже не поменяешь. Да. Аркадий его весь перебрал. Чем мог, как мог. На вывод пришел неутешительный. Вечера не нашли. Клинит его иногда. Едет, поклинит. Эх, жалко батарею. Новую забыл с собой взять. Где кита и горбуша. Аркадий, ну тебе спасибо, Сантоха. Там такие косяки. Тут такие китины. На семь или на восемь килограмм. Двинулись мы вверх. С поломанным двигателем. На двигатель нас протащил ровно пятьсот метров. До лагеря не дошли пять с половиной километров. И двигатель у нас заглох. Как показало скрытие, полетел редуктор. Решили сплавиться вниз на полтора километра где-то. Здесь есть избушка. Где мы ночевали в дождь в прошлом году. А, в этом году, да, весной? В этом весной. На наше счастье возле избушки оказался хозяин. На бате с мотором. И вот ребята прошли наши просить, чтобы хозяин зимовья хотя бы нас с Серегой закинул наверх. На наш лагерь. А ребята будут думать, как добраться до Самарги. Чтобы завтра ремонтировать редуктор. Короче, у нас без приключений не бывает. К большому сожалению, хозяев в доме не оказалось. Они ушли на охоту. Поэтому мы пришли на зимовью. И ждем охотников, чтобы разрешить. Чтобы взять разрешение на лодку. И доехать до базы. А, лодку нам уже дали на прокат. В ночи так. Лодка называется Самарга. Люди здесь очень отзывчивые. Узнав, что у нас проблемы, дали нам свою лодку, чтобы мы добрались до дому. Просто попросили, чтобы завтра ее вернули. При полной кромешной тьме мы двигаемся по Самарге. Вот так вот пробираемся ночью. Тут даже луны нету. Даже не сказать, что по луне идем. Не знаю, звезды даже не видно. Надеюсь, что дойдем нормально. Наконец-то мы дома. Полчаса плавания. Кратмейший. Как фото, блин. Короче, в полной тьме. В полной тьме? Да. И мы дома. У нас ждет горячий ужин. Горячий чай. И холодная водка. Третью ночь на Самарге. Погода нас встретила синим-синим небом. Аркадий в 7 утра мчался на чужой лодке вниз, чтобы ее отдать хозяину. Поедет сегодня опять с поломанным двигателем на Самаргу. Чтобы его отремонтировать. И завтра вернуться к нам уже с отремонтированным мотором. Готовится шашлык. Мне две головы и Антону Сергеем по дну. Творное лицо не тресет. Темнело. Нас пригласили в баню. Мы сейчас по темноте едем в баню. Серега торопит. Говорит, жить хочет. Вон доплавать хорошо может. Когда он нырнет, я пронырял, русло изучил. Порватят. И вот мы по ночи добрались. В гости. Попарились. Сделали по три. Я так четыре захода с Анькой. Это мало еще. Попили холодного пивка. Антоха нам показал ночной экстрим езды на моторке. Прошел все мелики. Правда мотор глох. Нам пришлось учиться работать на шеста. А иначе была бы неминуемая смерть. Под заломом. А сейчас сидим напаренные. Пиво. Пьем пиво. Вон Санька нас встречает. Как героя. Потому что он говорит, он с соски тут умирает. Месяц уже. Городской пацан. Да не месяц, а две недели всего лишь. Вообще две недели. В Иваныч в две недели уехал. А вообще сколько это здесь? Здесь с середины июля. А вот вахта, да? С середины июля. Вот это. Там с Владивостока. Вольга осталась. Стреляет тут козлов. Бьет их с мелкашкой. Козлы это звери. Они плохие люди. Погода сегодня не очень. Скорее всего пойдет дождь. Пробираемся вверх. Меня хотят оставить на большом заломе. Чтобы я там понырял. А ребята будут рыбачить. Вот Антоха привез нас на заломчик. Где я буду сейчас нырять. Смотреть где рыба. Буду говорить пацанам. Куда кидать блесна. Мухи. Тут рыбы нету. Ха-ха-ха. Итак. Попытка номер два. Серега. Отправляемся. Обружаюсь в кучину, саморги. Прополаскивает маску. Чтобы было видно хорошо. Чтобы не запотевало. Вот этот залом ему придется обследовать. Сегодня полностью. Каждую корягу. Ну удачи. Тебе Серега. Может кого поймаешь. Хорошая ямка. Это твоя есть. Там. Там больше будет. Должно быть. Там шеста не хватает. Шестого. Там около четыре может даже должно быть. Это дальше там набои. Так. Он ушел. В попытке. Долго. Нету. Где он вынужден то интересно. Наверное. Сейчас подкрадывается. Теперь он там уже с подзывал. Будем ждать. Результат. Все таки должен сделать выстрел первый. Вода мутная. Много взвеси. Ага. Плохо видно. Ну еще кто там есть. Больше кроме ленков никого не видел. Пока нет. Пока нет. Вот. Кого-то Санька поймал. Сейчас мы подойдем поближе посмотрим. Ленок. Леночка поймал. Вот там такие же. Вот так Серега говорит они. Я тебе его шугнул и ты поймал. Лега. Попытка номер. Первых пробок был. Попытка номер два. Ну. Я не вижу его. Где-то булькает что-то. Его самого и не видно. Одни пузырьки. Куджа съебалась. Куджа бляня. Ага. А че не стрелял? Успел. Надо бить только уверенно. Большая? Килограмм на 5 железо. Куда ушла? Вниз пошла. Вот так вот. Ты хоть далеко туда заныриваешь? Ну проходишь под заломом много? Не понял. Под заломом проходишь много вверх? Не. Я быстро нельзя. Нельзя? Надо занырнуть. Проплыть метра два. Залечь. Лежишь ждешь. Если рыба тебя видит вперед. Она убежит и ее не увидишь. А когда успокоился. Она плавает сама себе. Все дела делает. Так. Серега видел кунжу большую. И так. Серега сделал пять попыток. Выдорол. И тащит кого-то. Вот так. Да. Папарацци с меня никудышней. Вот. Серега выхватил кого-то. А ты как думал? Вытаскивай на берег ее. Взравил. Взравил. А то мне у вас как-то неудобно. Вот так вот за дверь. Куда прям? Сейчас я расскажу как это было. Я выключу пока, да? Снимай. 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 Ну. Это же редкость. Да. Ну сегодня ты герой дня. Вообще. Однако. По разговорам. Хорошего. Самец это. Кунжа же. Ну шугливая. Очень шугливая. Она близко вообще не подпуска. Да. А там яма в конце. Метра три. И как бы туннель такой здоровый. Среди бревен. Куда поставил 4 кунжи. Вот таких вот. Хлоп. Хлоп. Прошли. С душу гнули. Я ложусь. И жду когда они. Ну знаешь, туда-сюда начнут плавать. Залег как будто у меня дерево. Лежу я. Минуту. Я уже не могу. Не выныривать надо. Дышать. Ну давай. Должна вернуться. Знаешь когда долго сидишь. Всегда вознаграждаю. И там бревно такое. По бревну. Голову так еще ниже. Внутри стоит. Только плавники. Ее ж не видно. Плавники ее сдают. Так тык-тык. Тык-тык. Бошка. На блин. Я почему я там и вывел. Потому что. Она сама себя порвать может даже бошка. Она сильная. И надо. За ней. Чтобы ее руками схватить. Потому что она. Наконечник этот. Клыри. Ты куда положил? Там положил. Наконец-то Клыри. Ты сорвешь. И рыбу жалко. И погибнет. И ни тебе, ни никому. Надо взвесить. Надо взвесить. Ахахаха. Ой. Ну ты не Антоха. Ахахаха. Ахахаха. Вот это вот. Кунжач. Хороший кунжач. Это самец. У него самцов. Вот такие носы. Пасть. Здоровый. Красная рыба. Уже участвовал. В гоне. В нелести. Да? Да. То есть он пустой, да? Пустой. Точно. Железный. Ну хотя бы это. На пользу пошло. Не. Ну надо то мы его съедим. Мы его съедим конечно. Вкуснякина. Он же не дохнет. Остальное. Он возвращается в море. Он же в море спускается. Это хорошая рыба. Взрослая особь. По определителю. Взрослая особь. 83 сантиметра. В смысле не взрослая? Считается максимальная длина ее. Рыбина. Мы померяем теперь эту. До основания хвоста 82. 82 да? До основания. До основания. До основания. А если мерить как? Полностью. Полностью как говорится вся моя рыба. С пластом. 90. Вот это рыба. Это значит надо будет весить сейчас скажу. 6 килограмм. 6,5. Ну вот я угадал. 6,450. Угу. Все по идее они больше не растут. Все. Максимально его. Это взрослая особь. Взрослая самец. А как же говорят чтобы 15 килограмм бывает? Это. Они растут уже в толщину? Да. Они в толщину. Есть. Есть. Я в море ловил такие. Дело в том что этот уже был на нересе. Он и сам по себе уже видишь тонкий. Ну как худеешь же. Он же врачные игры. Черные. А когда. Он бы как бы если бы вот в море. Прикольно да? Мне вот этот клюв его. Слышь он питается же. Блесну хватает да? Да это скорее всего нет. Он в море бы он килограмм на 8 на 10 км. Точно. Морской. Этот же да? Этот же. Ну что он сейчас. Ну посмотри на него. Как он. Ну тебе осталось тайменя. Щелкнуть. Нет. Одна голова. Ты меня не видишь. Ну его же не отпустишь уже. Ну да. Так и на меня. Тимей для нас рыба святая. По-настоящему. Ты еще раз пойдешь? Да. Тем более зная пунжа имеет вообще свойство. Очень очень осторожная рыба. Ну как? Она меня запутала. Ага. И вот. Ух ты. Повезло. Видишь в углу эту. О! Сильно. Аааа. Ну уже поздно. Крепкие руки. Серега, от Сереги не уйдешь. Хе-хе-хе-хе-хе. А большая говоришь ушла, да? Да. Большая пролетела. Тоже пустая уже. Ага. Нерестилась. Там понимаешь что плохо. Там темно. Грот. И она меня видит первая. Она просто когда пролетела я уже увидел что ушла. Думаю там где-то еще одна была. Дальше я пошел, смотрю стоит. У нее. Вот рот какой красивый. У сенса да какой? Длинная да? Похудая. Угу. Ну икру все скинуло. Сейчас две еще. Угу. 3 300 все четко есть. Ну считай ровно в два раза разница. Ну вот. Ха-ха-ха. Мне еще Валентина что в Суриске говорит. Серега. Кунжи там постреляешь. Там говорит сейчас кунжи будет. Вот Валентиныч. Ты сказал. Я сделал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Всем привет. И вот сегодняшний день нам принес очень много хороших впечатлений. Две кунжички. И в 40 литровом ведре. Ведров 15. Рыбы. В основном голец. Мелкий. Галечек. Ну жировичок. Вкусненький. Мы его подсолим и подвялем. Ну леночек вот одного я поймал. Сейчас идем сплавом вниз. До своего лагеря. Который находится на сопке Круглой. Рыбачим. Помещаем. Приятное с полезным. Серега сегодня нахлык. Поперман. Я подобрал ту самую муху. Чтоб таскачить 300 граммовых хоризей. Он был счастлив. Поймал хоризей. Правда, показал я ему это место. Так бы он туда не дошел. А мне соответственно показал Антон. Мы там поймали 17 гольцов. За 30 минут. Серегу туда отправили на нахлык. Он там половил хороших хоризей. Таких настоящих. Самаргинских хоризей. И эту поймал да еще? Гольца поймал да? Тоже что на нахлык. А на одну и ту же муху? На одну и ту же муху подобрал наконец-то. Аркадий! Наконец-то наша лодка отремонтировалась. И плывет к нам. Ты наверное еще позвоночник раздолбил. Вот пустинка. Как у киты? Размер гулеты киты. Как это? Два желудки достанешь. Вот Серега Паперман. Пожарил рыбки. Брыжки. Ки... Кунжи. Как это было? Забыл. Кунжи. Блин. Допился, забыл как называются. Брыжки кунжи. Которые такие жирные-жирные. Вкусные-вкусные. А до этого Серега нам приготовил уху. Он нам сварил такую уху. У него есть всякие баночки, в которых всяко-всяко такие вкусняшки. Он сыпет как надо, куда надо. И все в меру. Уха была классная. Мировая уха была, блин. Почему была? Она еще и есть. Утром она настоится до утра. Мы еще доедим ее. Уха вообще классная. Теперь рыбки пожарили. Сейчас Сергей еще сделает нам рыбки жареные. Со всеми специями. Вот. Встали в 7 утра. Поплыли на рыбалку за час. Поймал 4 ленка. Вот это блесно. Мэпс. Троечка. Желтый. Ямка маленькая на проточке. Больше там рыбы не было. И 2 хари уже. Потом меня через час забрали. Мы приплыли. Сейчас завтрак. Время 10 часов. А вот Серега уже сжарит рыба. Галечики. И брюшки. Кунжи. Даже сжареных. Смотри, как все удобно. Идем вниз с рыбалкой. За 5 минут поймали одного гальца хорошего. И два ленка. Грамм по 800. Уточки летают. Красивые места. Вот в этой проточке. Вот мне утром сюда Антон выбросил. На часик. И поймал. Двух оризей. Ох ты как бог. Шесленков. Галенька отпустил. А вот Серега поймал. Маленький. 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 Кунжа. Маленькая кунжа. Там какая кучелька делает. Может опада. Маленький Он поймался опять ленок, такие вот здесь вот хорошие места. Вот эти вот плёсики, того уже поймали три леночка. Вот, Серёга умудрился, кунжа я сразу вам сказал, Антон сказал, что здесь кунжа. Килограмма два точно есть, есть, ооо, с полем. Спасибо, пацаны. Майя, который ещё лучше? Серёга отрывается по большим кольцам. Здорово, Патерман. Хороший. А теперь побейте мои рекорды, я их в двойне подтвердил бы. Сейчас легко. Вот, Серёга Патерман тащит ещё одного кольца. Очередного теперь уже. Быстро тащит, он куда-то зажапливал, поймал. Маленький какой-то. Галечик. Галечик, да. Ну, ясно. Вот, выпытал, отцепляет. Серёга Уссирийский что-то меглит. Ну, сегодня, в первой дня, поймал большого кунжача. Серёга Патерман сегодня второго кольца крупного поймал. Молодец. Вот. Время прошло немного. Вот. Серёга Уссирийский что-то тянет. Маленький, но на течение. На течение сопротивляется здорово. Вот. Пока не видно, где-то там, в пучине. О! На глиссер вышел. Маленький, ну, маленький. Вот. Вот такие вот здесь. Ага. Вот. Я уже упираюсь, потому что мне руку не хватает. Серёга. Так я потому и не могу, потому что знаю что-то. Это может быть и кузов. Смотри, назад уходит. Это её сейчас замотаешь, надо накорчить. Да он вон ходит. Буквально метров десяти. Ты серьёзно что-нибудь? Да вон, видно его. Эй, ленок крупный или что-то. Не, я его не вижу. Слушай, так она у тебя настоящую блесну, как бы не настоящую. Ты её держал просто на месте? Вон, вон, вон. А, вон она. Вон она, вон она. А, вон она. Ленок, по-моему. Блин. Что? Пошло. Блин. Ну, по-моему, в камеру попал момент. Ну, килограмма. Вон на какую возьми, да? Разогнуло. Разогнуло? Откинуло. Стави на протоку. Стави. 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 Три запрота. Четыре. На двоих. Четыре поклёпки. У меня, блядь, три штуки. Блядь первый, да? Ты давай не матерись там, это. Всем показываю, как надо срывы обращаться. Оп. О, ты, ох, ты, блядь. Класса было. Прям видно, как убежал. Да, Серёга Микягин. Пронырял всю рыбалку. Это у нас, короче, Сергей Владивостовский. Это Серёга Уссурийский. А это Анчоуа с Приморской. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он рыбу ловит. Ну нифига. Сюда на работу не посылают. Сейчас ссылают, наоборот. Не переживают. Так что тут головников сильно нету. Ну Серёга хоть ты и меня поймал. А ты-то чё? Да я ищу свою коробочку зелёную. Коробочка зелёная. Где блёсны все. Мы не видим, что у меня блёсны. Все твои блёсны. Нашёл. Нашёл. Стой. Сколько маленьких? Серёга косит со звеней. Сколько маленьких? Опустим. Совсем маленькие. Вот это вот место. Урочище округлое. Да. Всё. Отпустили. Повезло ему. но все посмотри как камеру вода герой дня а вот еще не герой дня поймал самую большую кунжу сегодня а таймени он что-то у него не клюют ни одного еще не поймал или граната или неизвестно вам все а вот спец по кольцам тут же не успел если камера может вытащил галечика маленького кстати гальбет очень вкусный и вкусный вообще оказался хоть и молодой но у нас очень вкусно своим порадовал ладно я пошел нырять по-собому надо надо иначе уже закат будет темновато там в нем не не разменивается на мелочь кунжу еще такую же бахну как вчера подводный рэмба это ничего опять все хорош тем ну кого вросал все хотел к нынешний ну рассказывай как было ну и что ты его сделал кто был ну покажи хоть печенка вот та елки палки все натуральная печенка все какой козел сахат только маленький болель курил много и болель вот так вот понял молодец молодец салага это вообще впервые блин да какие там впервые я его даже сахат его ни разу жизни-то не видел ну и ночевали очередную ночь опять на кассе на сопке круглой у нас сегодня завтрак в виде белого хлеба которое нам вчера привезли с аморги печеный в печах домашний хлеб. Аркадьевич разбегал на охоту, стрелял с Сохотова, с Сохота, принес почки и печень. Тушь осталась там, поеду сейчас разделывать ее на месте убийства или на месте охоты. Охота? Конечно. Серега, это ты кому себе так 6 бутербордов хочешь делать? Тебе, ты что, 4 тебе, 2 мне. Ну ладно, замашь. Саня, твое начальство на водомете летит? Да, я слышал. Водомет работает. Начальство идет. Саня вчера встретил своего начальства, которое неожиданно пролетело на французском вертолете. Еще два, еще и можно садить и кушать. Вот такие вот тут завтраки. Стандартный сегодня завтрак. Все, я пошел кушать. Всем спасибо, приятного аппетита. Так, вчера нас угостили, 5 китинок дали, 4 самца и 1 самку. Саня, подойди поближе, мы с зубами посмотрим. Вот кита, которая еще ни одни рестилась. Она только заходила в речку. И вот уже с моря она вот такая вот уже заходит. Брачный наряд у нее. Соответственно, она конечно поймана в сетку, потому что зубы у нее. Вот тут уж ужасно какие у нее зубы. Перекусит и не спросит. Да, не по-детски. Страшно. Ну, ребята рассказывали. Вот такая, подожди сейчас. Какая китинка где-то весит? Килограмм 5, да? Килограмм 5, не меньше, да. Килограмм 5. Самец. Что, говоришь, ребята рассказывали? Что это? Попадаются самцы более крупные. Вот. И при проверке сетки, мальчишка говорит, у него пятку на сапоге оторвал. Самку начал выпутывать, а самец рядом крутился. И вот за самку... А, то есть он был не в сетке, да? Нет, он рядом с сеткой плавал и за самку кинулся за ступальца. И вот у мальчишки сапог порвал. Так зубы такие, конечно, блин. Так это еще вот считается средний экземпляр. Средний, да. Более крупный. Ну, с сетки на море ловят до 22 килограмма. Ну, я самого большого поймал, это, 16-800 в сетку. Самец влетел здоровый. Ну, первоходкой. Еще гонцы, как говорится, еще самок не было, только самцы шли. Ну, это он, наверное, в два с половиной больше, чем вот этот. Такой он и шире, и по длине больше. Такой здоровый самец. А самок самый большой на 9 килограмм. На 9 килограмм? Да, самку. Ничего себе. Я обалдею. Продолжение следует. Работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прилетели к нам в гости... Хозяин Ратимира... Саша... Продолжение следует... Аркадий угостил... Пошел на взлет... Продолжение следует... 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 кунжар весит 7 килограмм обалдеть нифига нифига сам себе раз а это 55 5 ровно 5 килограмм самочка ну вот смотри 5 7 и 3 рекорд побил свой 15 300 вот 15 300 до 3 выстрела стемнело и нас начинается праздник живота сырое мясо ленка и хариуса мыкаются вассаби аркадий наварил костей с мясом ребрышки слося слосяненка как сахатенка икра китовая вчерашняя уже не вкусно а вот икра кунжовая абсолютно свежая 10 минут назад приготовленная здесь делается шашлык и да шашлык из голов кунжачих тоже очень вкусное блюдо да серёга вкусно так здесь сушатся рыбы всякие а внизу на нижнем ярусе делается как она называется мясо копченое мясо горячего копчения горячего копчения но не поймешь какого горячего не горячего если горячего накрывать делать будочку такого чтобы дым есть не задерживался и выходил споднизу а здесь получается так что на полу горячего полу вошедника пола это так это профанация эти город ну что-то похоже вот середина мы менять это все делаем а если завтра тем саморги взять за надо просто этим заняться если мы займемся поедем просто лапниками дерем без дела нормально это копил все ладно командос командос давай хорошей сделаем шашлык нормальный шашлык нормально получилось пойдет ты мне жарю это это все два кусочка до тарелку супа и 10 ложек я угощаю настало утро следующего дня вернулись охотники зубряки ревут хорошо аркаша подманил 1 же рядом до откликался откликался даже услышала я блин кемарил кемарил как храпану видимо хочу зубря близкого дошел дарка а ревут там дым осталось немного метров 5 пройти там чтобы на косу уже не ездить ну чё его спугнуло значит я говорю храпануло прям храпом что ли? а чем же еще? ё-моё блин вот так вот блин опять будем рыбу одну едем вот сейчас съели уже чё мы здесь будем Сергей Сергеевич опять отключился седьмую кунжу 2 килограмма весит выстрел пришелся сюда вышел отсюда вот каждый день какие-то есть приключения сегодня в самаргуд сходили пивка купили с копченой рыбкой пиво настоящая дива да все так пацаны 2 часа назад поехали на рыбалку какие окраски красивые да? на 14 штук за 20 килограмм по 2 ты Саня его сделал? на какую блесну лучше ловилась покажи вот как я сделал обычная белая блесна наклеил красную этикетку надо лаком сделать и все для всех смотрящих в будущем а так чисто белая блесненькая как ты ее уже всю бедную ободрали зубами блюфик четверка ага красная приблуда а что красный колокольчик это да? да это вообще я понимаю на самарге это вообще вещь но это во время караметания ничего нет сегодня выловили блесну сегодня вчера выловили блесну с Сашкой когда я рассказывал на которой он ровно через 5 минут поймал тайменя небольшого а кстати утро справлялся здесь в загон и тоже тайменя поймал на килограммчик так вот там как раз была красная приблуда а где-то прямо в селенаправленных поставичок сделан был на блесну а мелкий был Ленок? был я выкидался неплохо вот я все-таки этого сделал блин знаешь где мы вот сейчас ниже залом да? я когда подъехал ты раз за подряд царапала а ну 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 вот он меня царапал 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 а я потом просто-напросто проводку сделал чуть-чуть как он мне дал еле вытащил хорошо подсак был только его подсак он срывается ну видимо слабенький слабенько берутся все слабенько берутся да на самый край тоже у меня почти все на край слушай а это алтенок какой блесну у меня я оборвал самую рабочую блесну которая двойная была? нет это твой любимый ивовый листок который ты всем показываешь а работала на мою любимую песочку вот на этом все работало только на ней нехорошая обычная вещь у меня такая а плесы широкие мэпсик да мэпсик а глия четверка так в течение небольшой да? да в течение небольшой ивси получается под кустами на плесах вот так убралось все классно сейчас надо талу сделать эй хё сделаю надо хё сделаю хё сделаю да? да 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 дома не делаю Серёга читают утрешнюю прессу почтальон принес свежую газету Саня первый раз в жизни на моторе решил идти вверх все объяснения Антона что это делать не надо не приводит Саню к умным мыслям что это опасное дело Он хочет подняться к себе на базу со всем перекатом спасать под заломом его? я что-то не спросил плавать имеют или нет? вот когда дует ветерок это самое хорошо для рыбы, она на веревочках висит и крутится как вертолет, никакая муха не сядет и сушится соответственно лучше. вот и на рыбалке пошел, возле прям лагеря, а тут ловится хороший хариус на виковскую муха на 4-х литровую удочку в проводку небольшой для самороги хариус это небольшой на 2-х литровую удочку на 2-х литровую удочку серега берет рыбу в опытные руки, в правую руку так, ну вот заброс нету рыбы самарки не езжайте сюда я вообще ничего не еду а теперь самый приятный момент подходим к вишалу берем хаюза подъем хорезка подвяленного продымленного и идем к столу идем в тенек возле стола берем бутылку холодного пива открываем наливаем и кушаем пиво с хорезом вот это вот самое счастье серега пришел на хрустовик на но рассказывай рыбы вау клюет а что надоело много пойму все таки хорезы хорезы я десяток пойму устал тоже думаю пивка выпьет вот пивка ты прав пивка это святое антон решил сделать чебуреки мы как стране советов советую столько советиков пойдемте лучше в протоку чтобы ему не мешать ага как мясорубка тебе пропал талант талант мясорубки саня вернулся жив и здоров профессионал сам первый раз Аркадий взялся на помощь чебуреки прямо уже на глазах растут что-то несет Санек мы про тебя кино снимаем что говоришь кино про тебя снимаем понял все блин во владе прославлюся расскажи как там да нормально все как у меня собак все пасует пойдет нет рыбу посолил все перекатил а? как это перекаты прошел нормально? нормально без проблем а я поднимался не то не быстро вот обратно топил ну правда писал в глаза блин это баха сдувается все блин морду как задерет блин а так нормально ничего сложного нету елка риба а что ты принес? а? я вещи принес икорку сделал вот с горбушкой тебя уже выгнали что ли оттуда? забрал икорку все что было и сделал а маленькая горбушка была елпалавей и сделал дудку Аркадий посмотри блин это одно дело это одно дело ну и ты просил зеркало тебе зеркало привез получится нет? как звучит? ну все идеально зеркало я кунжи одно видел одна чуть 3 метра была желтая самочка а я желтый видел вот я поймал леночка пока камеру настраивал он уже маленько устал мы приплыли на протоку который возле лагеря в 500 метрах находится и вот здесь очень вчера здесь поймал 14 или 15 штук Сергей с Сашкой вот этой протоки Серега ушел туда дальше Аркадий сейчас видел три больших кунжи ребята я поймал по-моему ленка на черта на черта поймал ленка как бы не оборвал аккуратней вон я стрипсу он тормоз регулирует Серега там воюет mysterious смахает это не на спингве это не на спингве попробуй уже выводят премьфу 這個是 на блесну кидали кидали не берет и все черный такой родной отдайся только резких не делай боюсь для него хватает это ты его на струю не пускай пищи пищи пусть устанет немножко я уже устал ага а я два раза кинул один раз хариус поймался потом проводка пустая а потом ленок точно двушка железно железно борись борись по честному залив заводила туда мой рекорд а какой он черный жалко нифига крокодил молодец серёга нифига крокодил завесил а мушечка то так вот он смотри сейчас его на руке сфокусирует ага вот черт срочно какой то мужчина вяжет не знаю не болотин точно не олег торобаров магазин лифу вот он перевяжи узлы потянуло нет сейчас перевяжу обязательно 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 Сержа я горжусь ты нифига это 2 500 где то думаю да весы не взяли ну я то его съем я его съешу там нифига на блесну вообще не берет я одного там взял на блесну ну по-любому там есть рыба на море вот отсюда вот начиная и вот до сюда я нахрен там всех не поймал всех а вот серёга отличился тоже молодец но в одном месте а сейчас там и блесенку покажи как обычно любимая желтенькая блин серёга молодец Серж это столько кайфа я тебе скажу это как таймени на двадцатку лови давай еще пока светло лови сейчас я норму мой ленок серёга твоими ленками питается забил ты меня серёга по кровной рыбе в этом году тебе везет я сам в жизни такого первого слова влюблен ты нифига и поехали на чувыреге пацаны я сам а вот эта сопка круглая там наш лагерь всё рядом да серёга что прикольно да дырял ко мне рядом протоки ленковые рядом на нахлыст рядом ну да серёга уже как заправки заправский носовой работает шестом держит лодку против течения ну держи мировой рекорд показывай показывай антон был прав блин треха три сто три сто три сто четко колеблется да три сто на черта заведующий И 57 сантиметров, вот бычок, да? Хорошо, а ковалочек. Вот смотри, на нуле я, а то потом скажешь, что накрутил. На нуле, блин. На нуле. 3-100 на муху. Ну, черта, ну, блин. Сергей Сергеевич, ты молодец сегодня. Ахахаха, блин. Ну все, блин. Чебуречки. Антон, ты нас балуешь. Итак, сегодня уже 18 сентября. Завтра уже мы уходим. Уходим уже завтра в Самарго. Рыбу сейчас накрыли дневником, чтобы в нем крутило дым. А когда подошел он уже, как нам надо его... Вчерашнего 3-х килограммового ленкау сделал все. Килограмма-полтора мяса чисто получилось. Килограмма-полтора мяса чисто получилось. Тарелка тут сиротская. Детская. 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 Блинчики. Смотри, Сергей. А? Я говорю, ко мне заедете, возьмете ссуды. А я же там закрыто. Ну, ты с нами, конечно. Тут стадо зюбре несется. И мы надо, нам прятаться. Так. Проверяем тест лески, которая 6 килограмм. Два. Да. Два с половиной. Два с половиной. Понятно. Хорошая была леска. Сес, а давай ты проверим мою, которую ты мне подарил. Давай. Ну, это совсем. На которую ленка поймал. А я поймал ленка на вот эту вот леску. Серега мне Папперман подарил. Она всего 2,7 килограмм разрывная. А ленок был 3,100. Толщина лески 0,206. Ну, 0,2, короче. 0,2, да. Будем пробовать. Давай ее попробуем. Это специальная поводковая леска. А, это просто это, я думаю, желтая леска. Нет, это резинка желтая что-то. Поехали. Вот так. О, нормальная леска. Нифига. Вот это правда показывает. Их. Она превышает уже. Дерево тащу. Нифига себе. 3,400. Верных. Вот это четкая леска, да? С узлами совсем. А, и порвалась по целику, а не по узлу. Вот это четкая леска. Вот. Вот такими пользуйся. Теперь понял, когда я расскажу, что специально поводковый материал применяется для чего? Вот просто чем он отличается. Он не рвется на узле. Получается тут... Вот видишь? Порвалась по целику, не по узлу. Узел остался целый. Он, конечно, перезатянулся весь. Ну все, значит, я доволен подарком. Приправа. Суп с галушек. Слосятины. Так, вот тут приправа. Вкусно пахнет. Лепота. Обед. На берегу Самарги. Борщ с галушками. С сахатом. Вот, какая красивая птичка. Парец высматривает рыбку. Короче, если шейфов нету, то даже не знаете. Сковородка вам еще нужна, да? Едем на рыбалку. Сдается тут у нас новый рулевой. Ну и морда же у него. Посредоточенная. Самарга, река серьезная. Вот первый его жизнеперекат на реке Самарге. И так Серега решил проверить свой старый залом знакомый. Мирол долго нет. Вот он есть. 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 Что-то есть. Хвост торчит. Ох, кол же чай. Долго там был. Пришлось. Пусть реже. И хребет прибило сразу. Снайпер сли выстрел. Даже бороться не пришло. А выстрел туда же, да, смотри. Ну, видно почерк. Киллера. Классно. Классно живое. Хорош куржать. Пацан, да? Непонятно. Вроде как самочка. Смотри. Как заворачивает. Это пацан. Нос. Да, пацан. Пацан, да? Ага, самец. Ну, еще не брачный, да? Нет. Этот, наверное, даже не участвовал. Мясо красное-красное. Да, да, да. Сам это то будет. Ну. Ха-ха-ха-ха. Серега довольный. Молодец. Нифигай, блин, там. Ну, с поля, значит. Сдохнулся, блин. Сидел в засаде там под водой. Думаю, она должна там быть. Чуть-чуть подальше поддался. Ну, пристает она. На том же месте? Да. У них там, блин, нравится им что-то. Отстаиваются. Четыре... семьсот пятьдесят. Ага. Ну, я ж могу посмотреть. Семьдесят. Семьдесят. До основания. Это какого основания ты насчитал? Ну, правильно. Чё ты думаешь, что рыбу не могу уметь? А кто? Это ты забыл уже, как рыбу мерить. Ха-ха-ха-ха-ха. Все же. Пойдем, ну пойдем нырнем все. Пойдем нырнем. Ха-ха-ха. Покажу там кунжи. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, Серега пошел делать вторую попытку. Третью. Третью. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Тоже. В том же месте. А? В том же месте. 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 Так же пулька вся пошла. Да. Ты сверху вниз бежишь? А вот и что. Сверху вниз потому что. Ну как бы все равно. Выше я на дне все. Я все равно чуть-чуть выше. Ну где-то метра три глубина. Лежать надо долго. Вода шугается. Пятна увидел. И лежишь, ждешь, ждешь, ждешь. Татыка сперва видишь рыбу. Потом вылазишь. Или нет? Залег, лежишь. Ну как бы уже. Знаешь что там метра через три. Может быть. Идешь. Вот корягу. По миллиметру. По сантиметру. Приглядываешься. Приглядываешься. Только тень где-то увидишь. Ложишься и ждешь. Ну туда-сюда. Это когда на зоне выстрела проплывает. Сюда и бьешь. Снимает, а то он кровью заливает. Снимает, а то он кровью заливает. Три 800. Угу. А вот смотри ловит. Тупняк. Ну-ка, а длину. Один. Один к одному. Один участвовал. Другой нет. Утро. Девятнадцатого. Сентября. Солнечно. А вчера целый день хмарила, хмарила. И ночью пошел сильный дождь. С очень сильным ветром. Поэтому у нас вчера рыба и не ловилась. Стояли на протоке, где было тысячи гольцов. Я нырял там, как косяки, корюшки. Проплывают между тобой, под тобой, над тобой, возле тебя небольших гольцов. Но не брало ни на что. Ни на муху, ни на имитацию икры. Ни на блесну. Пополам-то поймали штук шесть гольцов. Последний день на саморге, на речке. Ночью Саня, вернее, под утро кричал, орал, подозвал, говорит, пять зюбрей в дудку. Одного даже слышал, как зубы скрипят. Но стрелять не стрелял. Те же лица, дубль номер два. На той же протойке. И поменьше, конечно. Или нос. Держит еще. Поплавок, который ушел под воду и не может выйти. Сейчас опять трех килограммового зацепит. Тот же этот, чертик. Ну три нету, килограмм верный. А тут Серега тяжело определить, знаешь почему? А я в размер увидел. Так они пузатые все. Ну я уж тут мало ленков что ли выловил на этой протоке. Хороший килограмм железа. Да я и говорю, килограмм есть. Он возле тебя. Смотри, стоят, да, плесну туда кидали. Смотри, нету. Красивый. Мешаю, отойду. Если тебе удилищем есть. Боится просто у меня. Ага. Что-то у него в бочине дырка, по-моему. У меня там по голове водит. Да, тут вот такое печенье, что выдр живет. Тебе видно, да? Угу. Точно дырка. Подозрение, что дырка это второй с такой дыркой в этом сам. Хороший, блин. Ха-ха-ха-ха. Тут на полуторку тянет верную. Ха-ха. Смотри, выскочил. А, у нее перескочил на бруску. У нее выскочил, смотри. Выскочил. Поверни другим боком. Да. Ать. Так, упускать уже не стоит. Да, полуторка верная. Теперь дырка я не близне полна. Ленок капал. Дырка надо отпустить. Поплыл до дна. Извиняюсь за съемку. Вот такие вот гольцы заколебали. Ловятся на каждом забросе пусть. Отпустили. Он поплыл. Забросил под это дерево. Первый был галец. Второй бросок. Пеленочек. Хороший пеленочек. Иди сюда. Иди ко мне. Моя лилипуточка. Вот он. Ага, оленочек. На мэпсик. Давай, иди. Поплыл. Давай, 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 давай. Вот на такие же блесты ловятся разного калибра рыбки. Пестрюшка. Молодь, чем мы, как говорят. Ученые. А вот это молодая кунжечка. Щеночек. С нее вот вырастают мамки. До семи килограмм. Или папки. Еще поймал у маленка. Поведение. Под заломом. Ага, хороший. Пеночек. Под этим заломом. А вот Санек тут в протоке. Ловит. Ленков. Накосил вот уже. Не отпускает нифига. Потому что он живет здесь. Ему надо кушать. Маленький. Давайте ничего. Убежит. Вот по таким протокам ленков и ловит. Ну все. Прощаемся с чудо протока Самарги. Где ловятся трех килограммовые ленки. И возвращаемся на базу. Собираем лагерь. И справляемся вниз до Самарги. Наш поход заканчивается. К сожалению ничто не бывает вечно. Серега за обедом. Берем блинчик. Накладываем. Немножко красной икорки. Берем. Другой блинчик. Приготовленный Антону. И кушаем. А я без блинчика ложкой. Уже жрать не хочется. Но надо. Да. Потому что ничего больше не дают. Одна икра и блинчики. Ну рыбой можно закусить. Кунжой. Опять блинчик. Ммм. Вот это жизнь, да? Балина. Не то что у вас он. На угольной бель. А чем на угольной бель? Чем здесь? Здесь свои преимущества. На угольной. Свои. Но однако ты здесь, а не на угольной. Ну здесь деньги хорошие платят. Значит все у человека мы еще деньги платят. Е-мое. Сидишь жует икру блин. А мы еще деньги платят. Прикинет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да я не плачу. Говорит. Хорошие деньги. Штука в месяц капает. Нормально. И как будто отпуск. Почему как будто? Два года без отпуска. Не, самое главное что. Брашку поставить некогда. Пока себе жрать сваришь. Как Саня говорит. Пока собакам сварят. Вот и день прошел. Про работу слова не было сказано. Я думал, вы сами догадаетесь, а оказывается, с этим тяжело, блин. Я не говорю, Дашки, говорит, бы выпить, но некогда поставить. Зачем мне ее ставить, когда я говорю, пошел вон ты, пару километров прогулялся. Как дал, блин, оттуда хоть вывози, елки. И вывозят же. Вывозят. Вывозят, блядь, еще вывозят. Еще раз перед ногами повезут. Чего знает, кто на что учился. Захлебатал. И вот мы собрались, побыв 11 дней на реке. 19 сентября 2004 года. Мы упаковали лодку. Сейчас присядем на дорожку. И пойдем вниз. Палатка остается здесь. Аркадий с Антоном едут с нами в Владивосток. Что интересно, палатка со всеми спальниками, продуктами, рыболовными снастями остается на берегу Самарги. И никто ее не тронет. Потому что здесь такие законы. А вот эта лодочка пойдет вверх. Саней. Который нам активно все время помогал. Ну и сам получал удовольствие от общения. Но этот Серега все-таки меня обловил. Он поймал-то и менее, как больше, чем я. Сколько там, Сереж? 2 700. Ну, минус 600. 2 600. Опускай. Сколько на весах? На весах 300 граммов. 2 300. 2 300. 2 300, можем тебя поздравить. Так, 2 300. Ха-ха, Сереж. Обловил, блин. Подглавил меня. Ну, давай. Вот, ушел. Вот, пока мы тут реанимируем, тут поймали. Подними значком. Леночек, величком. Кто там? Леночек? Симпатичный такой микро-леночек. Немай. Знаешь? Отпускаем. Леночек. Поехали. Вот так мы и ловим. Томишонок. Леночек, блин. Томишонок. Берись очком. Какой томишонок? Вот, блин, не будет. Да нормально, Сереж, ну, ты бы его взял. Ну, так легче отпускать. Я его и взять хотел, поднять. Нормально, нормально. Серега поймал. Белечика. Эй, блин, вот так отпускаешь. Слишком быстро рыба. Он кунжечку, Серега, поймал. Смотри, как красивая. Вот, какая. Хорошенькая. Стрелая. Симпатичная. Сейчас мы ее отпустим. Смотри, как убежит. Нету. Кунжечку, устроен. Проходим. Подходим к Устью. Самаргея. Знаменитые ее плохие места для плавания на лодках. Через 4 километра мы в деревне. А там нас ждет баня. Ночевка Самаргея. И завтра бы хотелось, чтобы была погода, чтобы был вертолет. Чтобы мы уже ехали домой. Отдых был просто замечательный. Поход был просто изумительный. И все когда-то кончается. Весной на этом месте утонула лодка. С водкой, с отверткой, с пивом. И после этого здесь многие останавливаются. И ищут под заломами клады в виде спиртного. Они доехали, они-то всего... Они поднимались, да? Да, они поднимались. Отъехали они всего тут. Ничего. И вот, пожалуйста. Трагедия. Прилетает за нами вертолет. Ну не за нами, а сюда. Самаргу. 21 сентября 2004 года мы выезжаем в Тернея в 3 часа дня. Счастливые и довольные. И пару секунд каждому об этом сплаве. Серега. Теперь, по сравнению с весной, что-то понял. Был от еще побывать. Летом. Бывает летом. Аркадий, что ты скажешь? Он с нами опять возвращается. Приезжайте почаще. Антон. Ну я придерживаюсь того же мнения, но ланчелся у нас не будет больше. Его уволят. Его уволят. Ну и я, пацаны. Это был самый хороший мой отдых за все мои рыбалки. Честное слово. Клянусь. Это супер. Это был просто курорт. Это было неповторяемо, незабываемо. У нас такие ребята появились в Агзу. Это просто о них можно мечтать. Дай Бог каждому такого. Субтитры создавал DimaTorzok